В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня», мы продолжаем выпуск. Германия направляет дополнительные средства на укрепление своей обороноспособности, причем средства немалые, речь идет о двух миллиардах евро. С кем собирается воевать Германия и в связи с чем такое вот резкое повышение военных расходов? С этим вопросом я обращаюсь к журналисту Евгению Кудрецу, который находится на связи с нашей студией из Германии. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. На ваш взгляд, чем вызвана такая резкая, резкий скачок военных расходов? Связано ли это с последними гастролями Ирана, которые он сейчас вот пытается потянуть за усы матушку Европу? Ну, вы знаете, просто это кажется, что 2 миллиарда это такая огромная сумма. Я специально посмотрел... Для кого как? Да, ну смотрите, написано было, что вот бюджет уже на следующий год, 2020 год, Бундесфера запланирована, вот как вы сказали, на 2 миллиарда больше, чем в текущем году. Но я и поленился, и посмотрел, какой был бюджет в этом году. Значит, в этом году это было 356,8 миллиарда евро. То есть, если мы прибавим еще 4, то есть, конечно, на фоне того, что запланировано вот эти 2 миллиарда, это кажется, что это капля в море. Но мы понимаем, что цифры серьезные. И дело в том, что министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйн просила вообще чуть ли не 15 миллиардов. То есть, там, вы понимаете, ястребы требуют какой-то крови и хотят увеличивать оборону, ну, которая выглядит, конечно, как не оборона, а более серьезно. Но вот вопрос возникает, для чего и на какие цели. И я хочу вот сказать, что в прошлом году был полный запрет на экспорт в Саудовскую Аравию, вот именно после убийства журналиста Джамала Хашоги, вы помните, это было резонантное убийство. Но, с другой стороны, в этом году уже, несмотря на это, это было обойдено, вот это принято решение. И все-таки в Саудовскую Аравию будет поставка оружия, несмотря на этот запрет. То есть, мы понимаем, что Германия, в основном, естественно, воюет за пределами своей территории, потому что на территории Германии не ведется никаких войн. И вот эта тенденция, мы видим, уже в последнее время нарастает, все время увеличивается наращивание. И очень обтекаемые формулировки, вот Ангела Меркель выступала буквально на днях, в субботу, 15 июня, она сказала, что увеличивается объем средств на оборонные нужды. Но она, естественно, не расшифровывала, что это за оборонные нужды, потому что вы понимаете, что оборона это не та деятельность, которая открыта и есть в открытом доступе, что можно посмотреть, что имеется в виду. Но это еще все связано с НАТО. Вы помните, как Дональд Трамп был очень недоволен такой ситуацией, что Германия не выполняет своих обязательств и не выплачет вот эти пресловутые 2%. Но в 2024 году должно довести все-таки до 2%, но, как мы знаем, Ангела Меркель уже уходит, поэтому она может, так сказать, обещать, и она прекрасно знает, что она не совсем отвечает за эти слова, то есть уже будут платить ее коллеги по ее партии или по другой партии. Евгений, скажите, вопрос, который по ходу вытекает из первого вопроса. Сейчас идет действительно очень серьезное противостояние с Ираном, прежде всего, конечно, со стороны Соединенных Штатов. Иран объявил, что через неделю, если я не ошибаюсь, они готовы выйти уже на уровень производства урана, который позволяет производить ядерное оружие, и премьер-министр Ирана заявил, обращаясь к европейцам, что вот у вас осталось типа последняя неделя, 10 дней для того, чтобы принять серьезные меры и предотвратить усиление санкций против нашей республики. То есть он как бы сталкивает лбами Европу и Соединенные Штаты Америки. Скажите, как в Германии относятся вот к этой надвигающейся дате? Я понимаю, что это еще не катастрофа, но все-таки дата довольно нехорошая. Есть ли какая-то реакция и не является ли это какой-то косвенной причиной тоже вот увеличения военного бюджета? Ну, мне кажется, что вот эти слова, которые вы только что привели, можно воспринимать в виде какого-то шантажа или какой-то скрытой угрозы, потому что действительно мы знаем, что по Ирану между Америкой и Европой есть противоречия, и Америка тоже угрожала санкциями, если Европа не будет выполнять эти обязательства. Но мне кажется, что сейчас таких панических каких-то настроений нет. Мне кажется, что Германия выбрала такую выжидательную тактику и не делает никаких резких движений, но мне кажется, что нужна какая-то объединенная консолидированная позиция всей Европы по этому поводу. Ну, а то, что Америка в лице Трампа делает, мы все прекрасно понимаем. И вот с приходом Трампа, конечно, не только в этом вопросе, вообще во всей внешней политике, конечно, возникает масса вопросов. И несмотря на общий такой курс западноевропейский, все-таки есть противостояние, вы правильно заметили, между Америкой и Европой, в частности Германией, потому что Дональд Трамп очень себя ведет экстравагантно, и не оглядываясь на Европу, и вот можно тут пример привести с жиженным газом, когда Европу хотят просто заставить покупать по невыгодным ценам, и говорит, что если вы будете выполнять договоренности, связанные с Северным потоком-2, то Америка введет санкции. То есть здесь очень все сложно. И, с другой стороны, Германия не хочет, естественно, ссориться с Америкой и в лице Дональда Трампа, поэтому, мне кажется, никаких резких заявлений не будет. Будет, вот, это такая тихая работа дипломатов, мне кажется, они будут не в публичном поле действовать, а как-то колуарно, поэтому не будет никаких резких заявлений. Ну, мне так кажется, в ближайшее время. Мы посмотрим, это все, так сказать, дело ближайшей перспективы. Ну, вы знаете, вот, возвращаясь к знаменитой сделке между Ираном и ведущими странами Европы и в свое время Соединенными Штатами Америки, практика показала, и, в общем-то, во многом это сыграло, сыграло свою роль те документы, которые были добыты израильским массадом, что Иран попросту дурачил мировое сообщество, и, в общем-то, нам-то в Израиле это было понятно изначально, и наш премьер-министр об этом неоднократно говорил, но Европа, знаете, как то, что называется, сама обманываться рада. То есть она готова была поверить, только бы не идти на обострение. Но сейчас ситуация развивается таким образом, что Европе придется выбирать, потому что если Иран продолжит обогащение урана, и Соединенные Штаты, естественно, будут предпринимать какие-то меры, то Европа должна будет либо поддержать Соединенные Штаты, либо конфликт? Я понимаю, да. Но мне кажется, что здесь все-таки придется поддерживать Америку в данном. Вот перед таким выбором, если будет Европа стоять или Америка, или Иран, все-таки она с чашей весов склонится в сторону Америки, мне кажется. Потому что идти на открытое противостояние, конфронтацию с Америкой, это, мне кажется, какое-то безумие в данном случае. Поэтому посмотрим. Но мне трудно, так сказать, делать прогнозы, но все-таки своя рубашка ближе к данному. Евгений, следующий вопрос. Делегация Бундестага немецкого отправилась в Москву. То есть они вот в воскресенье приземлились в Москве. Пока нет никакой информации о том, что же происходит. Скорее всего, просто информация еще запаздывает, потому что были выходные. Но в этом есть тоже там элемент скандала, потому что там присутствуют представители оппозиционного блока. На ваш взгляд, с чем связан этот визит и к чему он может привести? Ну, мне кажется, не надо так драматизировать, как говорится. Это рабочий визит, это все в рамках договоренности. Будет встреча с Жуковым и с Леонидом Слуцким. Это такой одиозный очень депутат. Вы, наверное, слышали скандал сексуально связанный с его именем. Но вот что меня смутило, что вот этот представитель Альтернативы для Германии, вы знаете, это такая популистская очень партия, но вот он признался, что он ездит в Россию чуть ли не каждый месяц. И меня это немножко смущает, потому что мы знаем, что Россия негласно симпатизирует этой партии. Раньше она вообще ее поддерживала на уровне Государственной Думы. Сейчас это вот выглядит так, более скромно. Но, тем не менее, вот я знаю, так сказать, по своим источникам инсайдерским, что России близка вот эта политика, чтобы расшатывать Евросоюз, чтобы вернуться к немецкой марке и так далее. То есть, России это было бы очень близко. Но, с другой стороны, там неоднородно. Это делегация, там есть представители других партий. Вот, в частности, ХДС, ХСС, это Сильвия Пантель. И вот у нее такая позиция очень двойственная. С одной стороны, она говорит, что надо поддерживать связи с Россией. С другой стороны, это, она говорит, не означает, что надо снимать санкции. То есть, одной рукой поддерживать, другой держать, так сказать, за ремешок или за что-то другое. То есть, мне непонятно, каким образом можно поддерживать с Россией хорошие отношения и одновременно не отменять санкции. В общем, тут какой-то такой парадокс. Мне кажется, что здесь нужно более четко высказываться. Но я понимаю, что политика это такое делает деликатно. И ей хочется сделать приятное Москве, с одной стороны. А с другой стороны, она понимает, что когда она вернется в Германию, она должна отвечать за свои слова. Вот так бы я прокомментировал эту поездку. Ничего в ней такого нет. Они, например, не будут посещать Крым в этот раз. Это все ограничится Москвой и Калугой. Так что ничего скандального не будет. Хотя представители как раз альтернативы для Германии любят посещать Крым. И вот это демонстративно очень делают. Нет, им нужен эпатаж. Они, собственно, за счет этого держатся. И, так сказать, подпитывают интерес своих избирателей. Но, тем не менее, спасибо. Спасибо, Евгений. Но я с вами не прощаюсь. Я бы хотел с вами дальше поговорить на тему дороговизны жилья в Германии. Прежде всего, жилья на съем. Это то, что нас израильтян очень сильно касается, очень сильно интересует. И немецкий опыт, несомненно, будет нам полезен. Так что в следующем айтеме мы с вами встречаемся. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Смотрите продолжение.